Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня выпуски. Главные инспекторы атомных станций прошли стажировку на Смоленской АЭС. Состоялось заседание Управляющего совета по развитию производственной системы Росатома. Десногорцы отметили 8 марта. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3194 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 9 дней марта энергоблоки Смоленской АЭС выработали 613 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 4,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 29 февраля по 4 марта руководители инспекционных служб атомных станций Центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» АО «Атомэнергоремонт» изучали опыт внедрения производственной системы Росатома на Смоленской АЭС, которая в 2016 году получила в атомной отрасли статус предприятия лидера ПСР. Семинар «Стажировка» проходил в рамках программы трансформации дивизионный электроэнергетический в ПСР-дивизион. Приветствуя главных инспекторов, директор Смоленской АЭС Александр Васильев отметил, что смоленские атомщики всегда открыты для передачи коллегам положительного опыта в самых разных направлениях. Не исключение производственная система Росатома, которая является действенным инструментом повышения эффективности в самых разных процессах. «Кроме проекта ПСР, которые касаются эффективности производства, имеют место быть и должны быть инфраструктурные ПСР-проекты, которые обеспечивают совершенствование каких-то парменческих структур. И должны быть ПСР-проекты из области безопасности. Вот об этом на последнем проекте в Совете говорили уже в открытую». Специалисты Смоленской АЭС ознакомили коллег с основными принципами производственной системы и этапами ее развертывания на предприятии. С методологией реализации ПСР-проектов, системой мотивации персонала и подачи предложений по улучшениям, показали, как работает информационный центр первого уровня, представили необходимые методические материалы. О применении ПСР-подходов в инспекционной деятельности рассказал главный инспектор Смоленской АЭС Рамиль Галиев, продемонстрировав примеры реализованных ПСР-проектов по повышению безопасности труда в подразделениях атомной станции, выявлению и контролю опасных для травмирования персонала зон на объектах капитального строительства и другие. Как организована данная работа, инспекторы смогли лично убедиться, посетив строящийся объект «Хаят-пристрой», а также ремонтные мастерские цеха централизованного ремонта и побеседовав с персоналом на рабочих местах. Завершилась встреча в формате круглого стола, на котором семинаристы обсудили полученный опыт и предложили свои идеи по улучшениям в инспекционной деятельности. Всем участникам от Смоленской АЭС вручены сертификаты, подтверждающие обучение ПСР. Многие те начинания, которые вы сделали здесь, они очень хорошие, очень полезные. Мы к этому шли, но здесь увидели, как их надо воплотить в жизнь. Третьего марта состоялось заседание Управляющего совета по развитию производственной системы Росатома на Смоленской АЭС, в котором приняли участие руководство атомной станции, начальники подразделений и специалисты проектного офиса ПСР. Директор Смоленской АЭС Александр Васильев рассказал об итогах отраслевого Управляющего совета ПСР, который прошел 11 февраля этого года. На нем были определены предприятия, лидеры ПСР. По итогам развивающих партнерских проверок семь из десяти предприятий получили почетный статус, в их числе Смоленская АЭС. Мы стали лидером ПСР и, соответственно, одна из основных задач следующего года – это сохранить и укрепить статус лидера. Для того, чтобы это сделать, есть разработанный на Управляющем совете Госкорпорации ряд показателей, индикаторов, по которым будет производиться оценка в 2016 году. Достижение этих показателей возможно за счет реализации ПСР-проектов, подачи предложений по улучшениям и оптимизации бизнес-процессов. В рамках трансформации электроэнергетического дивизиона в ПСР-дивизион «Смоленская АЭС» будет передавать опыт Билибинской, Ленинградской, Курской, Белоярской атомным станциям, а также филиалам «Атомэнергоремонт» и «Атомтехэнерго». Целая череда праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню, прошла в городе-спутнике «Смоленская АЭС». 3 марта на сцене Центра общественной информации «Нитрино» женщин Десногорска с замечательным весенним праздником поздравили творческие коллективы сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Атомной станции. В концертной программе «Весна и женщина похожи» выступили такие известные в городе коллективы, как Театр песни «Шанс», ансамбли народного танца «Веселинка» и «Десногорские зори», хореографический ансамбль «Кураж», ансамбль танцев народов мира «Радуга», ансамбль народной песни «Вороже», а также сольные исполнители. В этот же день прекрасная половина Десногорска принимала творческие поздравления в городском центре «Досуга», где прошел концерт «Женщина. Весна. Улыбка». 5 марта замечательным подарком для женщин нашего Атомграда от руководства и профсоюзного комитета «Смоленской АЭС» стал легендарный мюзикл «Кабаре». Спектакль прошел на сцене Центра общественной информации «Нитрино». Каждый, кто пришел на мюзикл, получил огромное удовольствие от представления. Зажигательная музыка и танцы, великолепная игра столичных актеров, захватывающий сюжет спектакля никого не оставили равнодушным. По отзывам многих зрителей, посещение мюзикла «Кабаре» стало для них прекрасным приобщением к миру красивой музыки. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленской АЭС». Хороших вам новостей и всего самого доброго. До свидания.